Слава Господу! Хочу, чтобы вы поняли. Всякий наш приход с вами в собрание есть жертва Богу. Еще раз. Всякий наш с вами приход в собрание есть наша с вами жертва Богу. Мы берем свои два часа нашего времени и отдаем их Господу. И если Господь попросит дать ему два с половиной часа, некоторые говорят, все, мне надо уходить, и два часа, это затянулось служение, они встают и начинают потихоньку выходить из зала. Особенно в больших церквях. Как только Дух Святой что-нибудь начинает говорить, это получается чуть дольше, они все равно его ограничивают по времени. Строго два часа и все, больше я тебе жертву не дам. Встают и уходят. Например, у братьев-пятидесятников, у них бывает служение по четыре часа. Вот как Дух Святой ведет, вот так они могут находиться там три часа, четыре часа, пока полностью Господь не скажет все, что он хотел сказать, пока все не промолят, и потом только встают и уходят. И это правильно, это называется «жизнь в духе». У братьев-баптистов там чуть сложнее немного, там строго регламенты, только два часа и все, быстро расходимся. Если пастырь вдруг задержал, потому что гости приехали, он 15 раз извиняется, братья и сестры, извините, извините, вот вдруг гости приехали, мы им чуть немножко дадим больше времени, извините, извините. Ну, одни извиняют, другие тихонько встают и уходят, ровно через два часа и все, и это очень плохо. Мы с вами должны обязательно отдать Богу столько, сколько Он хочет. Он никогда не берет много, Он не просит вас прийти на целый день и сегодня с утра до вечера просидеть в собрании. Но если мы с вами идем сюда, мы несем Богу жертву. И ты утром встаешь, а тебе хочется спать. Ты устал, у тебя все ломит, у тебя была тяжелая трудовая неделя. Но в этом и заключается жертва. Иисус показывает на вдову и говорит, посмотрите, она нищая и бедная. Все, что у нее есть, это вот эти две лепты. Но посмотрите, что она делает. Те дают от того, что у них железки в кармане, гремят и оттягивают их не карман. И они отдают, просто мелочь высыпают, потому что она им мешает. Вот это называется жертва. Вот Иисус показывает, а это отдает все, что имеет. Вот это настоящая жертва. И пусть у нее там две лепты всего-навсего, но сколько там для храма, для целого храма всего-навсего две лепты. Но она отдала все свое пропитание. Вот что называется жертва. Почему Иисус остановил их и показывает им. Потому что есть, когда мы от избытка даем, нам девать некуда, мы и сюда дадим, и туда дадим. Но когда мы действительно жертвуем, что такое жертва? Это когда тебе очень надо, а ты берешь и отдаешь. Потому Иисус говорит, у тебя две рубашки. Это хорошо, ты одну постирал, другую носишь. Потом эту постирал, одел ту. Но Он говорит, когда у тебя две рубашки, и ты видишь, что ближний твой наг, то отдай ему свою вторую рубашку. И это жертва. Это не когда у тебя 15 рубашек, и ты не знаешь, куда их девать, уже на тряпки их пускаешь. Нет. Это жертва, когда ты берешь и отдаешь. Еще одна жертва есть Господу. Это дух сокрушенный. Жертва Богу, дух сокрушенный. Когда мы приходим сюда и понимаем, что если бы не смерть Иисуса Христа, нас бы в вечности никогда не было. Потому что мы знаем, кто мы есть. Знаем свой характер. Знаем свои повадки. Знаем то, что мы бываем иногда вредны. Знаем то, что мы иногда поступаем не так, как хочет Бог, а как сильно захотелось нам. И зная это, мы приходим в собрание для того, чтобы поклониться Богу. Потому что целую неделю ты и я много согрешали. Так написано в Писании. Все вы много согрешаете. И кто говорит, что не согрешает, тот называет Бога лжецом. Что же нам делать, когда мы с вами целую неделю много согрешали? Идти в собрание с сокрушенным духом перед Господом, сказать ему, Господи, прости, я еще слабый человек. Прости меня за тем, что огорчил тебя на этой неделе неоднократно. Как только вы помолитесь, как только вы скажете Богу эти слова, Бог очищает вас. Крова Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но когда? Когда имеем общение друг с другом, когда приходим, мы исповедуем грехи своими. Говорим, Господи, прости, я виновен. Не приходим и говорим, Господи, хорошо, что они такой, как она, как он, как тот, как этот, как Ромалы. И Бог говорит, кто уйдет более оправданный? Тот, который сокрушался, или тот, который считает, что он лучше всех? Конечно, оправданным пойдет тот, кто сокрушается. Богу жертва – это дух сокрушенный. И когда он видит, что мы осознаем и осуждаем себя, Бог говорит, да ты не будешь судим с этим миром, потому что ты себя уже осудил. Но если ты себя не судишь, если ты судишь других, если ты судишь по себе, меряешь всех по себе, то Бог говорит, если бы ты сам себя судил, не был бы судим с этим миром. Вот почему Богу нужен дух сокрушенный. Ты приходишь сюда не для того, чтобы сказать, какие все плохие, а ты хороший. Когда ты приходишь и понимаешь, Господи, я без тебя никто, если бы не ты. И когда мы приходим в собрание, это момент, когда мы должны с вами обязательно в молитве сказать, Господи, прости нас. Боже, прости меня. Боже, я каюсь перед тобой, я на этой неделе много тебя огорчал. Прости и очисти. И в этот момент Бог омывает нас с собранием кровью. И все, что ты совершил за эту неделю, Бог полностью освобождает тебя от этого. У тебя нету бремени и нету груза. Потому что если этого нет, если ты не сокрушаешься перед Богом, груз собирается больше, тебе тяжело идти. И потом для тебя христианство, это такая тяжелая рутина. И Бог не слышит тебя, правильно? Он говорит, и грехи ваши произвели разделение между мною и между вами. И когда у нас этих грехов уже накопилось много, мы их не исповедуем, потому что считаем, имею право, значит, духа сокрушенного нет. И эти грехи становятся стеной между тобой и между Богом. И ты удивляешься, почему другие горячие, а ты такой холодный, такой слабый, такой почему? Потому что грехи твои произвели разделение. И ты не приходишь к Богу и не каешься за то, что ты делаешь. И не просишь у Бога прощения, что ты такой слабый человек, и что ты огорчаешь его регулярно. Вот для этого существует собрание. Это наш душ с вами. Мы приходим сюда за неделю омыться. Можно было бы отделиться от этого мира, жить обособленно и как бы не пачкаться. Но Бог говорит, я наоборот не ограждаю вас от этого мира, а посылаю вас в этот мир. Кто-то же должен очищать этот мир. Кто-то должен показать пример этому миру. Кто-то должен объяснить человеку другому, и кто-то должен засвидетельствовать об Иисусе Христе. И Бог посылает нас в этот мир, и мы пачкаемся. Приходим в воскресенье в собрание. Дух сокрушенный. Господи, прости меня, Боже, я еще слаб, но помоги мне стать более совершенным. Укрепи меня. И где у меня мои проблемы, и характер мой, и прочее. Господи, очисти и забери это. Я отдаю это все, как кресту Твою приношу и ложу к ногам Твоим. Забери это у меня, Господи, и прибей это на крест. Происходит очищение. Происходит освящение Твоего храма и моего храма. И когда мы выходим отсюда, у нас неделя, это совсем другое дело. Мы с тобой христиане, которые вошли в этот мир, и дальше трудимся, как верующие в Иисуса Христа люди. Следующее воскресенье пришли, потому что припачкались. Работал на мельнице, естественно, припачкало белой мукой тебя. Работал в шахте, припачкало тебя черной шахтой углем. Надо помыться, передеть одежду, для этого существует церковь. И вот мы приходим сюда, и Бог очищает нас. А мы приносим Ему жертву хвалы за то, что Он готовит нас в Царствие Божие, потому что ничто, нечистое туда не войдет. Если ты запачканный и не очищаешься, не освящаешься, то таким грязным просто тебя туда не пустят. Когда ты уверен, что ты как бы христианин, и ты иногда приходишь в собрание и смотришь на тех, которые такие странные такие, а ты вот такой сильный и мощный, то окажется такое сильное разочарование, потому что тот как раз, который больше всего себе мнит, тот может и не войти. Но у кого дух сокрушенный, кто бьет себя в грудь и говорит, Господи, прости, ибо я великий грешник. Того Бог принимает, очищает и дает ему силы самому двигаться и вести за собой. Поэтому у вас есть великая возможность приходить в Дом Божий, очищаться и освящаться и войти в Царствие Божие, когда Господь возьмет свою церковь. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Слово Аллилуйя означает высшую степень хвалы. Поэтому, когда мы говорим Аллилуйя, это относится только к Богу. Кто может получить высшую степень хвалы? Только один Бог. Поэтому, когда люди говорят Аллилуйя рок, это богохульство. И сегодня некоторые рок-музыканты специально это делают для того, чтобы славить своего Бога. А мы это употребляем только для славы имени Господнего. Да, слава нашему Господу за то, что мы живы, здоровы, за то, что у нас есть силы и подкрепления, за то, что мы здесь, в Доме Божьем. Надежда, упование мое, это Господь. Надежда и упование это Господь наш. И мы на Него взираем, на Него смотрим, когда тяжело нам, когда легко нам, мы смотрим на Него и получаем от Него милость и благословение. И Бог нас не оставляет без внимания ни в коем случае. Но пришло последнее время, пошли последние дни. Это идет отсчет в обратную сторону. Времени осталось так мало, и вот именно в это время нам с вами Писание говорит, чтобы мы были особенно бдительны, потому что дьявол хочет совратить не только этот мир, но и тех, кого Господь избрал. И мы тоже избранные, и Господь говорит, чтобы мы наблюдали и были очень-очень внимательны, потому что дьявол хочет сегодня совратить не только этот мир и людей в этом мире, но и тех, которые обратились к Богу. И сегодня многие совратились. Те, кто был частью Церкви, частью тела Христова, сегодня кто-то впал в грех, кто-то отпал от Церкви, кто-то впал в суету и увлекся настолько этим миром, что сегодня пошатнулись его отношения с самим Господом. И для них уже дилемма, для них уже вопрос сегодня, а они входят в Царствие Божие или нет? А будут ли они подхвачены во время вознесения Церкви, которая скоро произойдет? И многие из них запутались так в этой жизни, что теперь не знают, что им дальше. Кто-то разругался со своим пастором, со своей Церковью, обиделся на свою общину и больше не хочет ходить, ему обидно, все его обидели и даже не понимают, что вопрос обиды стоит не в том, что Церковь плохая, вопрос обиды стоит в том, что он ее принял. А обиды дает не Церковь, обиды дает дьявол. И Иисус об этом говорит, что в последние дни, в последнее время должно прийти обидам. И много обид придет в эту жизнь, потому что дьявол знает наше лукавое сердце и крайне развращенное сердце. Что если что-то не так, как бы мы себе хотели, то нас сразу же это обижает. А когда мы обижаемся, соответственно, мы со своим характером разворачиваемся и уходим. И уверены, что Бог пошел сразу же за нами, хлопнул вместе с нами дверью и ушел. И мы очень сильно в этом ошибаемся. И вот в эти последние дни очень многие совратились и ушли, оставив служение Божие, оставив Церковь и Божьи отношения. Некоторые думают, что у них продолжаются отношения с Богом, как бы продолжаются, когда они вне Церкви, вне тела, вне христианской жизни, вне христианского общения, а не уверены, что можно просто сидеть в интернете, смотреть разные проповеди, и ты спасенный человек. Вы ошибаетесь, потому что это лишь только дополнительная пища, когда вы в интернете послушаете добрую, хорошую проповедь. Но без Церкви, без служения вы не спасенные люди, потому что только имея общение друг с другом, мы называемся детьми Иисуса Христа. Я расскажу вам историю об одной семье, которая уехала отдыхать. Папа, шестилетний сын, мама с грудной девочкой на руках. Они сели в машину, уехали, отдыхали, отдых закончился. Возвращаясь домой, они ехали по своей дороге, и мальчишка, шестилетний, сидел рядом с папой на переднем сидении. Сидел и баловался с защелкой двери, клацая туда и сюда. А папа знал, что если защелка открытая, то сын может нечаянно нажать и ручку, которая открывает дверь, и выпасть из машины. И он ему говорит, не клацай, а тот, чтобы папа не видел, рукой под мышкой сидит и дальше клацает кнопку на двери. В какой-то момент машина была на очень крутом повороте. И в этот как раз самый момент дверь распахивается, а мальчишка держался руками за ту ручку на двери, которую он клацал, и он так повис между небом, между землей, ногами зацепившись за сидение своего кресла. А отец на скорости протянул руку, схватил мальчишку за куртку и втянул его обратно. Остановил машину, вышел из автомобиля и пошел ходить вдоль дороги возле поля, туда и сюда, ничего не говоря. Для сына это был дурной знак. Если папа ничего не говорит, это очень плохо. Когда отец успокоился, когда руки перестали у него трястись, он снова сел за руль и они поехали домой. Пацан больше не хотел клацать кнопкой на двери, он сам очень сильно испугался. Как только они подъехали к дому, ворота гаража стали открываться, мальчишка выскочил из машины, бегом вбежал в дом, на ходу разулся, скинул с себя курточку, забежал в зал, пролез под праздничным столом, потом под елкой и спрятался за занавеску за елкой. Долго ждать не пришлось. Пришел папа в ту самую залу и как будто бы, зная, где находится сын, сразу же посмотрел на ту самую занавеску, за которой за елкой стоял шестилетний мальчишка и поманил его пальцем оттуда. Тем же самым путем из-за занавески под елкой, под столом праздничным, мальчишка, нехотя, подошел к отцу и понял, что наступил момент расплаты. Что сейчас за его непослушание и за его скверную игру кнопкой на дверь, сейчас он получит по полной. Когда он подошел с опущенной головой к отцу, он был уверен, что отец сейчас снимет ремень и тот получит свое наказание. Однако, заплаканный отец схватил парня на руки, обнял его, притулил его сильно о груди и сказал на одно мгновение, я подумал, что навсегда тебя потеряю. Я так испугался за тебя. Он обнимал его и целовал, и не собирался даже его бить, потому что был настолько счастлив, что ничего плохого не случилось. Вот такая удивительная история, когда мы с вами иногда тоже бываем детьми и делаем неправильные поступки, нам кажется, что будет обязательно наказание. Сегодня есть много людей, которые огорчили очень сильно Бога, потому что, когда Бог предупреждал много раз, делали все равно то, что делать нельзя. Пришел момент, когда случилось горе, и многие из них отступили от Бога в страхе от того, что они все-таки сделали грех, совершили беззаконие и боятся попадаться Богу на глаза. Точно так же, как в этом рассказе, как будто бы они пролезли под праздничным столом, пролезли под елкой новогодней и спрятались за занавеску. И многие сегодня из тех, кто согрешил, отошли от Бога по причине того, что они боятся. Боятся прийти к Богу и сознаться, что были неправы. Боятся, потому что думают, что Бог, Он каратель, что Он только всегда бьет и наказывает, не думая о том, что Он любящий отец, который отдал своего сына в жертву за наши с вами грехи. И сегодня не столько нужно прятаться от Бога, скрываться за занавеской, прятаться где-то вдали, чтобы не идти к Богу, потому что тебе стыдно, а дьявол сегодня отдает этот ложный стыд человеку, чтобы человек никогда не пришел и не примирился с Богом. Смотрите, что написано у пророка Иеремии. Восьмая глава, четвертый стих. «И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Смотрите, какой совет, дельный совет дает тебе и мне Бог, что если ты споткнешься, если ты упадешь, если ты совратишься с этого пути и даже станешь на какой-то другой путь, то у тебя всегда от Господа есть шанс. Он не ждет тебя сбитой, он не ждет тебя с ремнем, он говорит тебе и мне. Так говорит Господь. Разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Если ты поскользнулся и упал, ты что, будешь лежать на дороге теперь несколько дней или несколько месяцев? Или ты сразу же встанешь, отряхнешься и пойдешь дальше? Вот об этом говорит тебе и мне Господь. Да, будут падения. Он говорит, праведник семь раз упадет и семь раз поднимется. И силен Бог поднять своего раба. И весь народ сказал Аминь. Кто из нас не может упасть? Да нет такого человека. Нет такого человека. И Бог говорит, кто думает, что хорошо стоит, смотри, чтобы не упал. Нет такого человека, кто бы не упал. Сегодня падают великие проповедники, сегодня падают великие пастыра, сегодня падают великие люди, сегодня это происходит со всеми. Потому что есть враг души человеческой. И где мы не побдили, где были легкомысленные, где были непослушные и думали, что можно с этим заигрывать, как заигрывал мальчишка с кнопкой на двери. И мы заигрываем иногда с грехом, то приготовься к тому, что может случиться твое падение. Но Бог говорит, не прячься от меня. Не валяйся на полу, не делай вид, что ты не можешь встать или тебе обидно, что это случилось. Не ищи себе оправдания, не оправдывай своих бесов, которые тебя толкнули в грязь. Но начни вставать. Бог говорит, если ты упал, возьми и встань, иди ко мне. Вставай и иди к Богу. Сошел на другой путь, неправильно обратился к Писанию, неправильно читал, или кто-то научил тебя неправильно, и ты пошел по другому пути. Вернись на путь истинный. Скажи, Господи, я был неправ. Вот чего ждет Господь от тебя и меня. Если ты упал, если ты совратился, если ты отошел от Бога, если что-то произошло в твоей жизни, тебе было обидно, и ты принял эту обиду, хотя Бог говорит, ты должен всех прощать. И как ты прощаешь, так и я тебя буду прощать. Но многие не хотят простить и обижаются, и мучаются в этой обиде, только делая хуже и больнее себе. И Бог говорит, даже если ты в обиде, даже если ты упал, потому что ты гордый, ты обиделся, вставай, вставай, и возвращайся на ту дорогу, которую я веду у тебя. А тот путь, он узок и тернистый, и немногие идут им, написано в Священном Писании. Я хочу, чтобы ты понял, когда ты придешь к Богу, Бог не станет тебя упрекать. Он не станет тебе говорить неприятные вещи. Посмотрите на блудного сына. Он прокутил все, что дал ему отец. Он еще этого не заработал. Да, имение получает, но получает по смерти отца. Когда отписывается, разделяется. Он получил при жизни отца, получил часть своего имения, которое стребовал, чтобы отец ему дал положенное ему и ушел и растратил это. Дошел до свиного корыта. Но вот мудрость приходит в его голову, Божья мудрость. Встану и пойду к отцу моему. И он идет к отцу своему. И он говорит, я не буду ему больше сыном, я не достоин. Может быть, у кого-то из нас тоже будет такая мысль, Господи, все, я так сильно упал, я не достоин. Но Бог говорит, встань иди ко мне. И когда этот встал и пошел, говорит, я буду рабом ему. Я не буду сыном больше называться, потому что не достоин. Я буду его рабом. И он идет к отцу. Но что удивительное, отец давно уже выходит каждый день на дорогу и смотрит туда вдаль, надеясь увидеть походку своего сына. И вдруг в один из дней, выходя точно так же, как каждый день на дорогу и ожидая того, что сын вернется, вдруг видит, да, действительно идет силуэт, там где-то вдалеке. И походка точно походка его сына. И хотелось бы по нашему человеческому понятию оскорбить его, выгнать его, сказать, что прокутил, пришел, да, теперь будешь опять просить, убирайся вон. Это по-человечески. Но по-божьей совсем происходит по-другому. Сказано, что отец снимает с себя халат, обнимает его, тот упал на колени, говорит, Господи, я не достоин Тебя, отец мой, не достоин, он его поднимает, дает ему свои лапки, дает ему свой богатый халат, одевает на него, потому что он был в свином корыте, он валялся со свиньями, от него воняет, и от него уже ничего чистого, доброго, хорошего не осталось. Но отец обнимает его, таким грязным, какой он есть. Обнимает его еще не омытого, с этим запахом свиней, надевает на него свои дорогие одежды, и даже снимает перстень с пальца, как символ власти, и дает власть над домом, дает ему. Там давно нет его части. Он ее взял, эту часть, и прокутил ее. Но отец говорит, мой сын был мертв, а теперь жив. Так и в этой жизни, пока мы ходим с тобой вдалеке от Бога, пока мы ходим в обиде, пока мы где-то во грехе упали, и не можем подняться, или боимся вставать и идти к Богу, мы мертвые. Мы мертвые люди. Но как только ты придешь к отцу и скажешь, отец мой, прости меня, то сам отец говорит, ты был мертв, а теперь жив. И если я упаду, если я подскользнусь, если со мной что-то случится, я обыкновенный человек, должен ли я валяться в своих обидах, должен ли я валяться в своем грехе, должен ли я валяться в своих мыслях, о том, что Бог меня теперь накажет, что теперь меня будут судить, что теперь моя вечная жизнь перечеркнута, или я должен встать и пойти к отцу моему и сказать Господи, прости меня. И он мне дает совет. Если мне в голову такое не приходит, если дьявол настолько врачил мой ум и мое сердце, то Бог в Иеремии дает такой совет и говорит, пойди и скажи им. Иеремия говорит, так говорит Господь. Если ты упал, ты должен вставать. Если совратился, должен немедленно возвращаться. История о том, как отец подхватил своего сына на руки и плача обнимает его, и говорит, я на одно мгновение вдруг подумал, что все, потерял тебя навсегда. Если бы мальчишка действительно погиб, уже ничего нельзя было вернуть. Отец не думал о том, что он там клацал, не клацал, слушал, не слушал. Отец подумал о том, что если бы одно мгновение, и все, он мог потерять своего сына на этой скорости, на этом повороте. И больше никогда его не вернуть. Вот так небесный отец переживает за каждого из нас. И не столько у него желание отомстить нам, не столько у него желание наказать нас, потому что это человеческие мысли. Бог переживает, что может потерять нас навсегда. В одно мгновение тот, кто родил тебя, кто дал тебе бессмертие, кто дал тебе жизнь вечную, может в один момент потерять и навсегда, зная, что ты можешь попасть в ад. И он говорит тебе и мне, если ты упал, вставай. Если отошел, вернись назад. И я приму тебя, как сына. И он принимает, этот отец принимает блудного сына, принимает, как родного сына. И уже объявляет праздник, радость, уже закололи быка. И он говорит, был мертв, а теперь жив. Вот как по-настоящему смотрит Бог на наши с тобой падения, на наши с тобой грехи, на наше беззаконие. Если мы с тобой встаем, Бог милует и прощает. Отчищает и омывает кровью сына своего Иисуса Христа. А кровь его сына очищает нас от всякого греха. Всякого – это значит абсолютно, совершенно всякий грех. Какой бы ты ни подумал, что он огромный, что он очень большой, или дьявол бы тебя обманул, что тебе нет больше прощения. Не верь дьяволу. Верь Богу. Он сказал, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. В этой жизни может случиться падение. Вставай сразу, потому что не знаешь, когда придет день твой, когда Господь призовет тебя к себе. Не знаем дня и часа, когда будет подхвачена церковь, но должны быть готовы каждый день и каждое мгновение. Должны быть к этому готовы. А для этого не стоит сидеть дома и размышлять, кто прав, кто виноват, кто хуже, кто больше, кто меньше. Встану и пойду к Отцу моему. И когда у тебя хорошее отношение с Иисусом Христом, кровь Иисуса омывает тебя от всякого греха. А значит, ты войдешь в Царствие Божие. Потому что только нечистое туда не войдет. А чтобы очиститься, тебе и мне нужно прийти при лице Божии и попросить у Него прощения. Наладить с Ним отношения, вернуться в церковь, не иметь ни на кого обид и ни в коем случае не думать, что ты лучше всех, а все остальные такие плохие. Зная, что это тоже грех. Поэтому Бог ищет Дух сокрушенный. И такого сердца никогда не отвергает. И я желаю вам, если вдруг произойдут в вашей жизни падения, ни в коем случае не затягивайте возвращение к Отцу, чтобы не опоздать. Попросите у Бога прощения, вернитесь к Нему, и вы увидите, жизнь наладится. Отец не снимет ремень и не станет бить вас. Но Он снимет с тебя свой халат, дорогой. Он снимет с тебя перстень и даст тебе его, чтобы ты мог быть снова законным его дитем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Хочу добавить к этому. Как-то один человек, бедный человек, попросился к английской королеве на аудиенцию. И никто не мог подумать, что королева вдруг захочет выслушивать бедняка. Каких-то дипломатов, да, каких-то, может быть, ученых, да, каких-то, может быть, предпринимателей, да. Но вот простой, обыкновенный, бедный человек попросил у королевы аудиенции. И когда она узнала, что бедняк попросил аудиенции, все были уверены, что она отложит эту бумажку как ничтожную, никому не нужную. Но наоборот, когда она увидела записку этого бедняка, она сказала, конечно, пусть он обязательно придет. И назначили время для бедняка, что королева захотела, английская королева захотела его аудиенции. Когда человек пришел, они стали наряжать его в разные одежды. Они одели его, одни одевали, а другие в это время ему говорили, когда королева войдет, вы должны сразу встать. Как только она подойдет к вам, не надо кланяться, не надо расставлять долго руки, просто кивните головой. И все, ничего не говорите. При королеве говорить нельзя, пока она не спросит вас. Как только она спросит вас, скажите ей коротко, очень лаконично, то, что вам нужно. Как только королева сядет и предложит сесть вам, только тогда вы садитесь. А до этого не смейте садиться, пока королева стоит, и вы должны стоять. Но если королева вдруг встанет, вы тоже должны обязательно встать. Если она заговорит, молчите, вы должны ее выслушивать. Ее нельзя перебивать. Королеве нельзя перечить, вы должны внимательно ее выслушать. И только когда она снова спросит вас, как вы думаете, вот только тогда после этого вы можете сказать то, что вы думаете. Скажите коротко и обязательно следите за своей речью. При королеве нельзя говорить простыми словами или жаргоном. Вы должны говорить с ней культурно. Пока они его наряжали, делали ему прическу и рассказывали ему, что нужно делать, когда королева войдет в то место самое, он уже забыл все на свете. Где он родился, как его зовут, что он должен делать, ничего он уже не помнил, в его голове все смешалось. И когда этого человека пригласили зайти в зал, туда, куда сейчас придет королева, он уже не хотел уйдиенца. Он уже даже не помнил, зачем он пришел. Он только боялся дыхнуть, боялся повернуться, закрыть глаза, моргнуть или что-нибудь сделать так, чтобы вдруг королеве это не понравилось или тем, кто его учил. И он не захотел уйдиенца уже. Я хочу прочитать вам в Библии тоже доброе, хорошее место. Это первое послание апостола Иоанна. Пятая глава, 14-15 стих. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. И когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чтобы мы не просили, знаем мы то, что получаем просимое от него. Смотрите, какое дерзновение мы с вами имеем. Ты можешь прийти заляпанный, ты можешь прийти грязный, и встать на молитву перед Богом. И не важно, что ты там причесался или не причесался, ты можешь просто, даже поднявшись с кровати, ты можешь обращаться к Богу, и никто не говорит тебе, ты должен сначала причесаться, потом опустить свои глаза вниз, потом встать на колени, скрестить руки перед грудью. Только так нужно обращаться. Слава Богу, у нас с вами этого нет. Бог дал нам свободный доступ. И то ли ты на работе и потный, то ли ты красиво одетый, и сидишь в офисе, то ли ты так упал и загрязнился весь, как тот блудный сын. Но Бог слушает нас в каждый момент, когда мы обращаемся к Нему. Разве это не привилегие? К английской королеве ты так не зайдешь. Но к Богу, к Богу, к царю царей, ты можешь войти каждую минуту, каждое мгновение. Упавший, грязный, запачканный, чистый, святой, несвятой. И вот что удивительно, что когда мы обращаемся к Нему, Он слушает нас. Вот какой Бог дал привилегию тебе и мне. Вот какое благословение дал нам с вами Господь. И вы можете в любой момент, в любой момент своей жизни, в любую секунду, что бы вы ни совершили, вы можете обратиться к Богу. И Он слушает вас. Слава Иисусу Христу. Вот такая удивительная жизнь нам от Господа. Вот такие огромные привилегии Бог дает нам, и тебе, и мне не нужно для этого какие-то вклады, деньги и прочее, прочее. Какие-то дорогие одежды, одеваться и собираться так, чтобы тебя приняли, или думать, как тебе сказать, как не сказать. Главное, чтобы ты пришел к Нему такой, как ты есть. Самый простой, самый обыкновенный. И обратился к Нему, и Бог слушает нас. И я люблю этого Бога. Я люблю Его всем сердцем и всей душой. Я хочу Ему служить, потому что мне не нужно что-то из себя выделывать, что-то выкручивать для того, чтобы Ему понравиться. Я просто Его люблю. И это Ему нравится. Когда мы просто Его любим, когда мы слушаем Его, и Он слушает нас. Но если мы отвернемся от Него, и Он отвернется от нас. Сохрани нас от этого Господь. Давайте Ему споем. Слава Ему на реке. Аминь. Слава Ему на реке.